На надгробные камни азербайджанцев, похороненных на ныне оккупированных землях, приписываются армянские имена. Тем самым оккупанты пытаются фальсифицировать историю, сложно представить что-то более актуальное для Кавказа, чем скорейший вывод с оккупированных территорий армянских войск. Это проблема, которая волнует Азербайджан вот уже 30 лет. Об этом в беседе с корреспондентом Ахарас сказала известный археолог, украинский историк, посол платформы мира между Азербайджаном и Арменией Татьяна Крупа. Вопрос, который возникает в свете последних известий высшего уровня, как быть с историко-культурным наследием, что 30 лет пребывало вне контроля государства Азербайджан? Сразу оговорюсь, единой принятой практики в таких случаях нет. После окончания Второй мировой войны ущерб историко-культурному наследию шел в общем списке. И до сих пор бывшие оккупированные территории ищут пропавшее свое наследие. В этом плане, для меня показательна работа Харьковского художественного музея. Даже в наши дни, находит утраченное 70 лет назад, подчеркнула собеседница сайта. Однако, согласно международным нормам, все начинается еще задолго до возврата оккупированных территорий. Мировое сообщество в 20 веке пыталось выработать единые цивилизованные правила отношения к культурному наследию в зонах, которые переживают войну. Первым договором, сформировавшим правовую систему защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, стала Гаагская конвенция 1954 года. Этот договор, ратифицировали 123 государства, включая Азербайджан, до сих пор является краеугольным камнем права в этой области, подчеркнула историк. За счет введения ряда обязательств для государств-оккупантов, а именно, обеспечения безопасности объектов культурного наследия и запрет на их вывоз. Протокол тем самым предотвращает вывоз объектов культурного наследия с оккупированных территорий. Таким образом, у Азербайджана есть все основания уже сегодня действовать на основании вышеозначенной конвенции. Казусом в этой ситуации является и тот факт, что Армения присоединилась к этой конвенции несколькими днями ранее Азербайджана, в 1993 году. Следовательно, на уровне международных соглашений, Армения обязана действовать на захваченных ею территориях согласно требований конвенции, но Армения вместо этого занимается фальсификацией, сказала Татьяна Крупа. В апреле 2017 года, группа энтузиастов при поддержке представителей малого и среднего бизнеса Азербайджана и представителя кафедры ЮНЕСКО Венковой, совершила поездку в Тавусский и Гедабикский районы. В рабочую группу вошли ученые Азербайджана, России, Украины, Грузии, Казахстана, Турции. Археолог сказала, что в период пребывания в этих районах, их делегация столкнулась на одном из сельских кладбищ, где похоронены жители одного села как христиане, так и мусульмане Тавусского района, с идеологическими манипуляциями. То есть вид памятника был изувечен. На некоторых надгробиях были видны изменения их внешнего вида. На одной из сторон надгробий, были видны новые, свежие надписи по-армянски. Разве это не определенного рода фальсификация истории и идеологическая манипуляция? Кто, когда и с какой целью ее выполнил? Мы можем, проведя определенного рода исследования, попытаться определить время появления такого вопиющего, на мой взгляд, безобразия. А это будет уже факт, подчеркнул археолог. Такие исследования необходимо проводить еще и еще, на оккупированных территориях. Ведь от этого зависят все подробности возвращения этих земель опять под юрисдикцию Азербайджана. Это касается исторических памятников в азербайджанском городе Шуша. Список исторических памятников, только в Шуше занимает две с половиной страницы, в их числе, 17 древних мечетей. Весь мир, все историки знают Карабах, нумизматику Карабаха. Но ни я, ни какой-либо другой международный историк не знает нумизматику Арцеха. Сказала Татьяна Крупа.